Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайв, обсудим очередной видеоролик со сборами в Киев. И, если честно, ребят, я просто пребываю в шоке. В шоке от всего, что я вижу в последнее время, да и не в последнее время, ребят, а уже на протяжении достаточно большого времени на канале Угагосовой. В общем, что? Ленка собирается в Киев, настирывает постельное белье. Слушайте, я вот чего-то не понимаю. Неужели у женщины, 40-летней женщины, где вообще в доме три бабы взрослых живут, нет чистого постельного белья? Ребят, как такое может быть? У меня, допустим, грязного нет постельного белья. Потому что, когда я меняю постель, я тут же его кладу в стиральную машину и стираю. Оно может быть либо влажное, либо ещё не поутюженное и не убранное в шкаф. Вот в таком плане может быть. Но как может, чтобы валялось грязное бельё нестиранное? Это как? Мне кажется, даже и у женщины, которая не всегда всё успевает сделать, такого не бывает. Ну, серьёзно, как такое может быть? Она стирает Алискина постельное, она стирает своё. При всём том, что она партиями скупает это постельное. Куда оно пропадает? Ну, как такое может быть? Рубашку она, видите ли, не успела постирать. Похоже, валялась и спала в этой рубашке. Глаза разлупила. Тут же уже она снимает, якобы в семь утра. Зато вот чётко она рюкзак Алисе собрала. Потому что кучу всяких игрушек, настолок, всяких там карандашиков, фломастеров, книжечек и разукрашек набрала. Всё, больше, похоже, особо её ничего не интересует. Ну, а как она эти босоножки стирала? Я выпала в осадок. Вы мне скажите, как могут быть такие грязные босоножки у женщины? Даже, мои дорогие, если где-то столько там пыли... Где у них там столько пыли во дворе, скажите? Где там столько земли, чтобы белые босоножки такие чёрные были? Какого фига ты во двор их вообще одеваешь? На пяль пластмасски, на пяль фланцы какие-то. Белые босоножки во двор? Ну, смешно! В очередной раз она просто выставляет себя такой грязнулий. Нет, я не знаю, ребят. Я, когда смотрела этот видеоролик, я говорю, у меня глаза просто лезли на лоб. Но, вы знаете, я всяких людей видела. Не все всегда всё успевают. Где-то там не успеешь и порядок навести, где-то откладывается это. Где-то то, другое. Но так, чтобы женщина настолько была неряшлива по отношению к себе, к своему дому, к жилищу, где она живёт. Я не знаю. Ну, пусть это не её дом, но она там живёт. Живёт её муж. Живут и её дети. Чтобы это было грязное кругом всё. И сама как свинуха, простите меня за выраженье. Но это уже просто ни в какие ворота. И, значит, она показывает, что один она намыла, и вода закончилась. Рубашку не успела постирать, помыться сама не успела. Вся грязная. Это жесть. Ой, говорит, хорошо, что тазик воды есть, который Костя там набирал, чтобы там приносил мне, чтобы там что-то протирать или что. И вы видели, в какой воде она полоскала этот свой башмак. Я в шоке. Я не знаю. Я не знаю, как можно быть такой. Дальше она плюхнула их, похоже, когда помыла. Просто чтобы они, что ли, сохли, мокрые они, она их напялить собиралась с утра. Значит, полночи она не спала. Она же ещё в придачу там разбирала игры, типа Алискины порядок наводила. Представляете, надо собираться в Киев, а она порядки наводит. И, говорит Алисе, вот будем одевать школьную форму. Да, потому что, похоже, вообще нечего одеть ребёнку. Тоже опять, похоже, всё грязное. Ну, а дальше она говорит. И ещё беда случилась. У Костика вывалился мостик. И, говорит, если ты меня будешь снимать якобы в таком виде. Ну, а Ленка, да, засмеялась, сказала, что, ну, типа, теперь мы одинаковые. У неё там вывалились эти зубы, у Костика. Ну, скажем так, это не особо, да, приятно, не особо там смешно. Ну, у каждого такое может случиться. Но если уж случилось, ну, тогда, слушайте, финансы у вас позволяют. Бегом к стоматологу. Решайте вопросы с зубами. Ну, это же внешний вид. Это всё равно же удобство. Это же жевать как-то надо. И, значит, говорит, надо вот заниматься. Это опять деньги якобы зубами заниматься. Ленка, когда говорит что-то, да, по поводу того, что где-то там какие-то деньги нужно платить, мне всегда смешно. Потому что, знаете, вот можно не покупать тогда месяц игрушки. Потерпеть, Леночки, тогда деньги будут на всё. И на здоровье, и на зубы, и на хорошее питание, на всё, да. Но нет. Лучше Ленка будет без зубов ходить и не будет тратить деньги. Зато каждый день она будет в игрушках ковыряться. Правда же? Короче, дальше. Значит, уже утро она там проснулась. Ещё она лиску сонную снимала. Вот я не представляю, как можно сонного ребёнка снимать. Это ж твой ребёнок. Ты зачем постоянно её спящую снимаешь, когда она спит? Поснимала, когда Алиса спит. Потом, значит, уже типа утро. Ой, ещё там надо было чемодан собрать. Костик там этот чемодан прижал. Посередине ноутбук. Там подушки. Всё прочее. И тут Костя приходит, значит, говорит, что вот там, короче, какое-то задымление в Киеве. Просят не открывать окна. Ну и как бы это тоже опасно. И какие-то там частицы в воздухе. И, значит, не знаем, ехать, не ехать. Разбудили, позвонили Насте. Что-то там узнали. Потому что, ну, те же в Киеве. Ну, на что тебе там что-то, я не знаю, по поводу этого сказали. И всё-таки решили ехать. Потому что Ленке же ещё в Киев ещё получается и на УЗИ. Поэтому они решили, что они поедут. Они всё там быстро порешают. Да. Будут окна закрывать. Нигде не будут лазить. Ну, в общем, мы, ребят, посмотрим. Мы посмотрим. Посмотрим, что это будет за поездка в Киев. Ну, а вообще, я представляю, если Гогосова приедет в Киев в этой рубашке, и, правда, в этих босоножках у неё же нечего одеть. Она говорит, зарплаты надо будет уже покупать. Обувь, говорит, тёплую, одежду тёплую. Я ещё не представляю. Ребят, у меня нет двух миллионов подписчиков. У меня нет ещё одного канала, где миллион подписчиков. Нет у меня. Но у меня на все сезоны есть обувь. На все сезоны есть одежда. У меня одет муж. У меня нет такого, что мне надо ждать, чтобы получить зарплату, потому что нет возможности купить что-то из одежды. Но это ненормально, ребят. Это ненормально. Чтобы на первом месте было какое-то барахло, игрухи, безделухи, погремухи. И чтобы не было денег купить обувь, элементарную обувь, какие-то кроссовочки, пусть даже недорогие, пусть даже она их пару месяцев поносит и выбросит. Неужели ей не хочется самой купить себе какой-то удобный спортивный костюм именно для поездок в машине? Купить какое-то себе платье удобное? Да, или не платье, джинсы, какую-нибудь кофточку модную? Ну, неужели не хочется купить себе джинсовку какую-нибудь классную? Ну, неужели не хочется? Неужели не хочется накраситься, сумочку купить себе? Я ни разу не слышала и не видела, чтобы Гогосова где-то показывала или говорила про ароматы. То есть туалетная вода, духи. Я не помню, чтобы она где-то об этом говорила. Я не понимаю таких женщин, ребят, и никогда не пойму. Таких неряшливых и таких, которые сами себя, получается, ненавидят. Это как нужно себя ненавидеть, чтобы до такой степени запускать? В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok